здравствуйте мои дорогие уважаемые подписчики вы знаете захотелось приготовить салат который очень часто раньше готовили сейчас почему-то не потому что огурцы ранее помидоры а тем более когда приезжаешь из теплых краев из путешествия хочется чего-то нашего и сегодня приготовлю вот что у меня есть правильно это селедка но у нас сегодня будет не шуба а у нас сегодня будет без рукавка давайте приступим и что для этого необходимо я вам сейчас все расскажу то вы должны сделать я взяла две такие большие луковицы залила добавила сюда где-то 50 миллилитров уксуса столовую ложку сахара и залила горячей водой это все меня постояла часок сейчас буду сливать отсюда буду потому что если взять просто лук то сильно жестко получается нам необходимо картошка морковь вареная свекла сладкая вареная селедки чем больше тем лучше немножечко грецких орехов сыр твердый можно использовать плавленый и майонез можете еще взять вареное яйцо которым затереть верх изделия но я сегодня яйцо использовать не буду без рукавка жилетка значит чего-то не должно хватать первый слой что я сейчас сделаю это у нас будет картофель натирать все буду резать ничего не буду буду натирать вот на вот эту терку тонкий слой картофеля и обязательно возьмите соль потому что нужно будет присаливать и морковку и картофель и свеклу потому что майонез вкус не вытащит майонез можно сделать тоненькую дырочку в пакете чтобы рисовать сетку если хотите мне лично больше нравится так когда все нарезается перемешивается с майонезом и выкладывается на блюдо но сегодня я отойду немножко своего правила сделаю слоями чтобы это было более красиво значит что я сейчас делаю я натираю тонкий слой картофеля на дно так одной картошки на дно хватит вот распределяю так у меня такая видите емкость чуть уже потом на расширение идет так чуть-чуть присолю и теперь такую сеточку с майонеза густенька теперь отжимаю лук вернее сливаю и лучком посыпаю по картошке ну я так чередую слои об этом уже смотрите как вам нравится ложечкой вдавили и теперь нарезаю селёночку есть здесь икра можно добавить и икру нарезайте как хотите хотите кубиком мелким хотите соломкой это как хотите самое главное чтобы не чувствовались кости насчет костей это не знаете что кости должны оставаться нет кости по возможности вы удаляете ну а так все равно где-то не будут и чем мельче вы нарежете селёдку тем меньше будут чувствоваться кости так вот так вот нарезаем прямо такой знаете как тонкую лапшу и выкладываю наверх лука у меня пошло получается две филешки на один слой потому что вот в этих салатах селёдка главное здесь не главное картофель или секла селёдка теперь опять по селёдке чуть-чуть майонеза и выкладываем слой лука потому что селёдка любит лук ложечка это все так поддавим натираю морковку распределяем морковь саливаем и сетку с майонеза и сверху картошку так и картошку натираем сверху вы знаете можно можете сеточку от этого так вот размазывать это как хотите так все точно так же присоли чуть-чуть майонез картошка втянет и ничего не тянется майонез смазывает картошку и она не подымается и старайтесь чтобы ровно было никаких тут по центру горбов чтобы не было хотела еще один слой селёдки не буду достаточно толстый слой хороший меня теперь я беру сырок твердый и натираю на терочку сверху картошки сырок у меня было 200 граммов кусок смотрите я половину не вытерла где-то граммов 50-70 пошло у меня сыра и теперь ничего не вдавливая начинаю вот сверху натирать сейчас цвеклу цвекла должна быть темной и самое главное сладкой цвеклу я не буду присаливать не надо она сладенькая и достаточно майонеза любит и так и разравниваю вот этот майонез чтобы у нас поверхность была беленькая бумажной салфеточкой обязательно край оформляем я раз была под ним в гостях и вот подали вот так шубу и этот майонез растянутый по всей тарелке и очень шума вкусная была но зрительно почему-то не сразу хотелось кушать потому что тарелка была неопрятная все и теперь орехи вот так вот можете перебить а можете просто вот так вот вручную слегка присыпаем орехами эти мне очень нравится сочетание с этим салатом чеснок и вот у меня стрелки зеленого чеснока и немножко мелко нарежу и вокруг оформлю блюдо так вот и все салат в блюде в этом большом готов я ставлю его на расстойку а сделаю 2 это вы если например компания вот у нас застолье будет я вот поставлю на на большую компанию такой салат и сейчас приготовлю для того чтобы с нами саше пообедать у меня сегодня крылья очень аппетитные и такой салат жилетка без рукавка я приготовлю две порции в кольце сначала сделаю потом вторую точно также та же последовательность что и в большой тарелке вот и все смотрите две порции вы можете так и гостям делать порционно два кольца у меня вот я сделала и смотрится красиво и подача такая на эти рестораны то как бы наша народная это ресторанная подача вот эта вся композиция то есть большое блюдо и тот же салат но в такой вот подачи выбирайте вы сами как будете подавать вот такой вот обед у нас сегодня плечо куриное очень-очень вкусное в духовке приготовленные и конечно же вот такой вот салат давайте будем пробовать смотрите как хорошо смотрится салатик слои ведь и все ничего не разваливается я прямо так вот беру вилочкой и давайте будем пробовать что же у нас получилось а здесь сочно красиво глазу самое главное что было вкусно очень вкусно но единственное что что мне вот все равно чуть-чуть как бы не хватает соли но это все можно исправить это можно посолить прямо вот здесь вот как говорится каждая каждый индивидуально посолит свои тарелки что дело за вами захотите приготовить и очень вкусно я вам скажу что искать это обыкновенная шуба нет по вкусу все-таки оттеняют очень сыр на себя берет орехи на себя берут и даже вот этот чеснок зеленый который здесь если можете просто посыпать чесноком или свеклу когда натираете наверх посыпать чесноком вот чеснок продает абсолютно другой вкус этому салату ну что готовьте кто побогаче шубу кто по победнее жилетку но это шутка пусть у вас все получается подписывайтесь на канал алла ковальчук и заходите на семейный канал который называется жизнь не кастрюль там у нас путешествие там у нас нету кухни рада каждому новому подписчику до свидания до новых встреч до побачения до новых встреч